Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Камелот Джи. Эволюция истребителей Миг. Фильм второй. От Миг-21 до Миг-41. Миг-23. 56 лет назад в небо поднялся один из самых известных самолетов отечественной истребительной авиации. Миг-23. Пережив множество модификаций и участия в нескольких десятках военных конфликтов по всему миру, машина по-прежнему остается в боевом строю в ряде стран. История создания советского многоцелевого истребителя третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности на замену Миг-21 началась на рубеже 50-х, 60-х годов прошлого века. Военным нужен был универсальный боевой самолет, способный одновременно летать на больших высотах и сверхзвуковой скоростью. Завоевывать превосходство в воздухе и работать по наземным целям. Сложей полезной нагрузки он имеет большую скорость и способен подниматься выше, чем F-4. К моменту ввода в эксплуатацию в 1970 году это был лучший истребитель в мире. Он отлично дополнил еще более грозный, но в то же время и более дорогой МиГ-25. Кроме того, после очередного дополнения в техническом задании появилось требование по эксплуатации самолета на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Для этого сначала на базе серийного МиГ-21 построили машину с тремя двигателями, маршевым и двумя подъемными силовыми установками. Ключевая вода Это ж слезы мои Ключевая вода Это ж слезы мои Однако этот эксперимент оказался неудачным. И конструкторы сосредоточились на создании истребителя с изменяемой стреловидностью крыла. 10 июня 1967 года Во время первого полета МиГ-23 управлял летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро имени Микояна Александр Федотов. Благодаря изменяемой геометрии крыла Новый истребитель мог взлетать с коротких взлетно-посадочных полос, Летать на малых скоростях у Земли и одновременно с этим подниматься на высоту более 17 километров И летать со скоростью, в два с половиной раза превышающей скорость звука. Внешний МиГ-23, получивший по классификации НАТО наименование «Флогер», «Бичеватель», Сильно отличался от своего сверхзвукового предшественника МиГ-21. Конструкторы убрали воздухозаборник двигателя вниз фюзеляжа. А перед кабиной пилота установили длинный конус, Внутри которого разместился новый радиолокационный прицел «Сапфир-23». Затянувшийся процесс производства и поставки новых электронных систем самолета Привел к тому, что его государственные испытания продлились четыре года. С 1968 по 1972. В первые годы эксплуатации в войсках Самолет получил нелестные отзывы со стороны техников и летного состава. Новая машина оказалась намного сложнее в обслуживании и управлении, Что приводило к частым авариям и катастрофам. Рядовые летчики и технари, Получая новые истребители МиГ-23С взамен привычных МиГ-21, Особой радости не испытывали. Сложность и ненадежность систем, Ограничения по пилотированию, Высокая аварийность и никаких видимых преимуществ, При ведении маневренного боя на дозвуковых скоростях. Уже при перегрузках в 3,5 единицы крылья трещали, И заводу приходилось рассылать полетным частям ремкомплекты поворотных консолей. В полете у 23-х сильно дымили двигатели. Летчики возмущались, Что это за боевой самолет, Если его видно за 10 километров? Но куда хуже дыма были обрывы лопаток турбины, Или разрушение компрессора. В воздухе это равносильно прямому попаданию снаряда. Но и это не все. При взлете сами собой раскрывались створки отсека, Где находился тормозной парашют. Регулярно разрушались подфюзеляжные аэродинамические гребни, Выходила из строя система торможения колес. Весной и осенью при повышенной влажности, При переходах температуры воздуха через ноль, Зимой при сильных морозах, Техники по оборудованию и мотористы тихо сходили с ума. У 23-х залипали и коротили реле. Двигатели не запускались. Вся радиоэлектроника напрочь не хотела работать. Подходы ко многим узлам были неудобными. Чтобы заменить двигатель, Нужно было разобрать чуть ли не весь самолет. Можно представить, Как полюбил летно-технический состав МиГи-23, Особенно поначалу. Безусловно, Истребитель приняли на вооружение слишком поспешно. И это стоило потом и лишнего труда, И лишних нервов, А в конечном счете, Пилотских жизней. Позже к ранним недостаткам самолета Добавились и положительные характеристики, Отличавшие его от отечественных и западных конкурентов. Военные пилоты отмечали Высокие взлетно-посадочные характеристики машины. А также ее способность разгоняться быстрее многих самолетов даже четвертого поколения. Возможность длительного полета на крейсерской скорости И внушительную боевую нагрузку. МиГ-23 стал одним из самых воюющих отечественных истребителей. За 56 лет он участвовал в различных конфликтах на Ближнем Востоке, Воевал в Афганистане, Ливане, Анголе, Принимал участие в боевых действиях во время войны в Персидском заливе. Известен факт, Когда авиаполк, Базирующийся на аэродроме Туношно, Под Ярославлем, Перехватывал НЛО. В воздух тогда было поднято 24 машины. Восемь истребителей, Ближе всего подобравшихся к кораблю пришельцев, Потеряли управление и разбились. На них была полностью заблокирована вся электроника. Все до одного летчика благополучно катапультировались. Боевое применение самолета зафиксировано и в 21 веке, Во время войн в Ливии и Сирии. Во времена СССР самолет был принят на вооружение в 27 странах мира. В ходе Ирано-Иракской войны, Иракские МиГ-23 столкнулись с большим количеством противостоящих им иранских F-4. Иранские пилоты были подготовлены лучше, Что позволило им компенсировать недостатки своих самолетов в боях с бичевателями. Еще хуже для МиГ-23 дело обстояло в воздушных боях против иранских F-14 Томкат. МИГ-23 был отличным истребителем. Однако позднее принятие на вооружение, Вкупе с высокими требованиями к техническому обслуживанию, Затрудняло его эксплуатацию. Другой серьезной проблемой была ограниченная видимость из кабины пилота. Между тем, МиГ-23 до сих пор используется в некоторых странах. По имеющимся данным, Северокорейские самолеты были модернизированы, Чтобы участвовать в воздушных боях с более современными истребителями. Убичеватели также играют ключевую роль в военно-воздушных силах Сирии и Ливии. Вполне возможно, Что в случае более раннего ввода в эксплуатацию, Который позволил бы МиГ-23 получить боевой опыт во Вьетнаме, А также в ходе шестидневной войны и войны судного дня, Он смог бы потеснить фантом, Ставший самым массовым самолетом третьего поколения. В целом, МиГ-23 стал для советской авиации довольно неудачным проектом. Однако он дал российским конструкторам, Пилотам и промышленным предприятиям неоценимый опыт создания, Эксплуатации и боевого применения самолетов с изменяемой стреловидностью крыла. Как показала история, Такая конструкция не прижилась ни в американской, Ни в советской истребительной авиации. Однако изменяемая стреловидность крыла Оказалась довольно удачным конструкторским решением Для стратегических и тактических бомбардировщиков. МиГ-23 воспринимается как неудачный проект во многом благодаря тому, Что на полях сражений ему, Истребителю третьего поколения, Пришлось столкнуться с американскими истребителями четвертого поколения, F-15 и F-16. Субтитры создавал DimaTorzok В 1978 году Израиль закупил у Америки 48 самолетов F-15 и 75 F-16. И тому и другому совсем не зря присвоили титул Истребитель завоевания превосходства в воздухе. Уже в этом названии чувствуется специализация. Машины оптимизированы для борьбы с воздушными целями. Наземные цели для них случайны и второстепенны. Фирма Макдоналд Дуглас, готовясь к выпуску своего F-15 Eagle, Обобщила весь передовой опыт, в том числе и советский. Поставила целью создать не просто самолет, А последнее слово техники. Истребитель следующего, четвертого поколения. И эта задача фирме удалась. Двухкелевой F-15 с крылом постоянной геометрии И углом стреловидности 45 градусов Частично выполнен из титана с большим процентом сотовых конструкций. Отсюда высокая прочность планера. Его способность выдерживать 9-кратные перегрузки. Два двигателя от фирмы Pratt & Whitney Развивают суммарную тягу больше 20 тонн. Максимальная скорость 2650 км в час. Скорость у Земли 1480 км в час. Потолок больше 18000 метров. F-15 вооружен шестиствольной пушкой «Вулкан». Четырьмя ракетами «Сайдвиндер» и четырьмя «Сперроу». Вместо них может нести 8 ракет средней дальности. Но главное все-таки не в летных данных и не в оружии. Главное в оборудовании. В цифровой радиолокационной станции, несравнимой по качеству и мощности с советскими аналогами. В огромном преимуществе, что дает F-15 его компьютерное управление всеми полетными процессами. Компьютер предупреждает и исправляет ошибки пилота. Мгновенно реагирует на малейшие изменения. Оповещает летчика обо всех опасных ситуациях в боевой обстановке. Застать F-15 игл врасплох невероятно трудно. Еще больше воистину космических технологий вобрал в себя F-16 Fighting Falcon фирмы General Dynamics. Его электронная память анализирует информацию о положении машины в пространстве, ее центровке, дает команды на рули, оружие, электропитание, аэродинамические тормоза, гидравлику и двигатель. Радиолокатор в зоне 45 километров обнаруживает и сопровождает цели. Сообщает компьютеру их координаты, чтобы тот своевременно подготовил пушку к стрельбе или ракеты к пуску. Мало того, что Израиль закупил эти суперсовременные истребители. Он приобрел к ним в комплект самолеты-наведения Хакай-2, тоже американского производства. Их задача висеть над районами боевых действий, обнаруживать воздушные цели на фоне земли или моря и координировать действия своих истребителей. Ближний Восток в очередной раз готовился к роли полигона для испытания боем новых видов техники. Назревшая война между Сирией и Израилем должна была стать первой войной высоких технологий. В конце 1981 года, когда над Ближневосточными пустынями ощутимо запахло военной грозой, сирийские генералы, наконец, задумались, что они могут выставить против израильских F-15 и F-16. Свои раздумья они адресовали Москве. Ответ был деловым и скорым. Советские военные советники начали переучивать сирийских летчиков с МиГа-21 на МиГ-23, а также искать рациональную тактику ведения войны. Общий вывод оптимизмом не отличался. Как ни крути, 23-й не мог на равных вести бой с истребителями четвертого поколения. На внезапность атак рассчитывать тоже не приходилось. Сразу после взлета МиГи засвечивались выносными командными пунктами на самолетах Хакай. Недостатки качества советских истребителей предлагалось компенсировать количеством. Ходить плотными группами, чтобы на экранах локаторов нельзя было разобрать, летит один самолет или несколько. Уклоняться от атак, по возможности зря не геройствовать. Ситуация во многом была усугублена тем, что пилотировали МиГи-23 арабские пилоты, уровень летной подготовки которых и морально-боевые качества, мягко говоря, оставляли желать лучшего. МиГ-25 На советском одноместном сверхзвуковом высотном перехватчике МиГ-25 летчики говорят, что ограничения по скорости для него есть только на бумаге. Это, конечно, преувеличение, но МиГ-25 действительно самый быстрый самолет в мире. После принятия на вооружение МиГ-25, развивавший на высоте скорость до 3,3 маха, был самым быстрым боевым самолетом. Даже современные крылатые ракеты летают медленнее. Возможность подниматься на высоту до 20,000 метров выводит самолет из зоны поражения машин третьего поколения, а также большинства истребителей четвертого поколения. Сочетание высокой скорости, за счет которой американские ракеты воздух-воздух AIM-7B и AIM-9 не могли догнать МиГ и большого запаса по высоте сделало летучую лисицу неуязвимой для других самолетов третьего поколения. Кроме того, это единственная машина третьего поколения, сбившая самолет следующего поколения F-18 военно-морских сил США. Это произошло в первую ночь операции «Буря в пустыне». «Буря в пустыне» «Буря в пустыне» «Буря в пустыне» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причем их скорость и высота сделали их недоступными целями как для систем противовоздушной обороны так и для самолетов F-4 За время боевой службы в зоне арабо-израильского конфликта МиГ-25Р вскрыли всю систему укреплений линии Барлева В начале 70-х советские летчики на разведывательных модификациях МиГ-25 беспрепятственно летали на всей территории Израиля, Ирана и Турции Пусорный ветер, дым из трубы, плачь природы, смех сатаны, а все от того, что мы Любили ловить ветра и разбрасывать камни Мы были в шоке от увиденного в небе Абсолютно неизвестная конструкция, не похожа ни на один известный тогда тип воздушных судов Поразительная высота полета, гораздо больше 20 километров Все известные в мире военные самолеты тогда не летали так высоко Некоторые офицеры даже решили, что это вообще неземной летающий объект НЛО или что-то вроде того Его тут же назвали летающий призрак По призраку дали несколько ракетных залпов с земли Но ракеты даже не долетели до загадочной машины Когда неизвестный самолет продемонстрировал все бессилие наземных комплексов израильских ПВО Он появился здесь, в небе над Тель-Авивом Тогда в воздух были подняты истребители-перехватчики И тут началось самое поразительное Ни фантомы, ни миражи не смогли подняться на высоту полета чужака И тем более соревноваться с ним в скорости Все ракеты, выпущенные израильскими пилотами, ушли мимо цели Покружав над городом минут 20 Загадочный борт на невероятной скорости скрылся за горизонтом Полеты проходили на максимальной скорости и высоте 17-23 километра Что было единственным средством защиты невооруженного разведчика В таком режиме двигатели сжирали каждую минуту полтонны топлива Самолет становился легче и постепенно разгонялся до 2,8 маха Обшивка МиГа раскалялась до 300 градусов Цельсия По словам летчиков, даже фонарь кабины нагревался так, что к нему невозможно было прикоснуться Во время Ирано-Иракской войны Иракские МиГ-25 оказались полностью неуязвимыми для иранских F-4 и F-5 Лишь перехватчики 4-го поколения F-14 Tomcat могли оказать противодействие лисицам Однако, даже для них борьба с МиГами была серьезной проблемой МиГ-25 – лидер 3-го поколения в воздушном бою Ему не хватает более современной авионики Такой, как на МиГ-23 и F-4 Однако, уже упомянутая скорость и высота с легкостью компенсируют это Ударные и разведывательные варианты самолета Такие, как, например, МиГ-25РБ Также оказались чрезвычайно мощными и опасными На сегодняшний день МиГ-25 стоит на вооружении военно-воздушных сил Алжира, Сирии, Корейской Народно-Демократической Республики и Ливии Даже сегодня эти машины остаются ценным военным активом Благодаря уникальным скоростным и высотным характеристикам На опытных самолетах МиГ-25 в период с 1965 по 1978 годы Было установлено 38 мировых авиационных рекордов скорости, высоты и скороподъемности В том числе, три абсолютных От земна до земна Много в поле тропи Только брата одна Самый значительный и до сих пор не побитый ни одним пилотируемым реактивным самолетом Установил летчик-испытатель Александр Федотов 21 августа 1977 года Он поднял свой опытный МиГ-25М на немыслимые 37 650 метров Разумеется, это была облегченная летающая лаборатория, а не серийный экземпляр Но и стандартная для строевых машин 23 километра Высота, недосягаемая для подавляющего большинства самолетов того времени Подробности установления этого мирового рекорда рассказал летчик Преподававший нам, студентам Харьковского авиационного института на военной кафедре В тот день они вместе с Александром Федотовым взлетели в составе формирования пара Как известно, истребители при взлете, едва оторвавшись от взлетной полосы На полном форсаже осуществляют подъем на высоту полетного задания под углом 70 градусов То есть практически вертикально На самолете Александра заклинили рули высоты Такой отказ иногда случался на первых МиГ-25 Из-за неправильной точки крепления тяги к рулевой поверхности Эта ошибка в конструкции была позже устранена Федотов радировал на базу об отказе и запросил дальнейшие инструкции Можно сказать, что опытные МиГ-25 стоили просто космических денег Сотни миллионов рублей на то время И потеря самолета была совершенно недопустима Федотов получил категорический отказ в катапультировании Ему было приказано продолжать движение и сделать все для спасения машины Пилоту второго МиГ-25, за штурвалом которого находился наш преподаватель Приказали двигаться в формировании и сопровождать самолет своего ведущего Таким образом они продолжили восходящее движение Уменьшать тягу двигателя и выходить из форсажного режима они не могли Поскольку при снижении скорости самолет теряет управляемость И в этой ситуации неминуемо потерпел бы крушение В результате они так и улетели в открытый космос Где, со слов нашего преподавателя, небо черное, звезды и Земля выглядит круглой По мере потери скорости вследствие разреженной атмосферы и нехватки кислорода для двигателя Аэродинамическое давление на рулевые поверхности стало уменьшаться И их управляемость восстановилась Это позволило Федотову снова взять самолет под свой контроль И обоим пилотам благополучно приземлиться С 1965 года ОКБ Микояна подключается к работе над несвойственной ему темой Экспериментальным пилотируемым орбитальным самолетом ЭПОС Программа называлась Спираль И в ее рамках сотрудниками ОКБ был разработан и построен дозвуковой самолет-аналог 105.11 Во время экспериментальных полетов самолет-носитель Ту-95К сбрасывал его с высоты 6 километров В 1977-1978 годах было выполнено 6 полетов Результаты которых применялись в дальнейшем При создании легендарного многоразового космического корабля «Буран» МИГ-27 МИГ-27 Советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности Силовая установка однодвигательная Предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям МИГ-27 Это штурмовой вариант МИГ-23 Поначалу их квалифицировали как легкие штурмовики Затем определили в разряд истребителей-бомбардировщиков Потребность в таких легких ударных самолетах Способных действовать прямо над полем боя и в ближнем тылу противника Доказал опыт сражений во Вьетнаме и на Ближнем Востоке А Советскому Союзу они были нужны особенно Последние поршневые штурмовики Ил-10 Времен Второй мировой войны Уже тихо скончались на аэродромных свалках Их ниша оставалась незанятой Новые МИГи В силу своей универсальности и широкого диапазона скоростей Для штурмовых ролей в принципе подходили А после небольших доработок устроили заказчиков полностью Изменения коснулись прежде всего носовой части фюзеляжа Она приобрела совершенно иную конфигурацию Аэродромные остряки тут же отреагировали В одних частях этот образец МИГа называли крокодилом Геной В других утконосом Скошенный вниз Слегка приплюснутый, словно птичий клюв новый нос Значительно улучшил обзор из кабины И заодно подчеркнул назначение машины Атака наземных целей Соответственно Ударные роли самолета Несколько изменили состав его вооружения и оборудования В конце концов переделки привели к созданию самостоятельной конструкции Так появился истребитель-бомбардировщик МиГ-27 Он мог нести на подвесках до 18 бомб калибром 50-100 кг Или 8 штук 500-килограммовых Предусматривалась возможность взять на борт и тактическую ядерную бомбу При ракетном варианте вооружения 27-й брал 32 ракеты С-5 Или 20 С-8 Кроме собственной встроенной пушки Под крылом можно было подвесить еще две Боевую живучесть МиГ-27 повысили Укрепив по бокам кабины летчика броневые накладки Общая цифра выпуска 27-х составила 910 штук Иркутский авиазавод построил 560 самолетов Остальные Бывший вертолетостроительный завод в Улан-Удэ Его МиГи отличались удивительно безобразным качеством сборки Летчики и техники боялись их как огня В целом летная служба МиГ-27 особыми подвигами не отмечена Хотя на вооружении он простоял до 1993 года Гибрид истребителя Штурмовика и бомбардировщика Ни в одном качестве не проявил себя достойно Да и не мог проявить Потенциальные возможности самолета не использовались В строевых частях на 27-м никогда не летали на сверхзвуковых скоростях Угол поворота крыла не меняли ни на земле Ни в воздухе Хотя расчетная перегрузка планера составляла 7 единиц Фигур крутого пилотажа на 27-м никто не крутил На заявленный потолок 17500 метров тоже никто не поднимался Боевых стрельб летчики избегали Мощнейшая шестиствольная пушка, которую установили на МиГе Так трясла машину, что почти все оборудование вырубалось Зато в частях усиленно отрабатывали посадку 27-х на обычные шоссейные дороги с асфальтовым покрытием По мнению руководства, какие навыки вполне могли пригодиться в условиях боевых действий Когда, скажем, дотянуть до базового аэродрома по каким-то причинам не удается Когда действительно началась афганская война МиГи 27-е остались в запасе Они несли дневное боевое дежурство на советских пограничных аэродромах Заменяя собой мобилизованные на эту войну МиГи 23-е Известны, правда, одиночные случаи применения 27-х в Афганистане Уже при отходе советских войск С них сбрасывали так называемые боеприпасы объемного взрыва Способные поражать все живое в радиусе 400 метров от точки удара Пользовались 27-ми и арабы Во время Ирако-Иранской войны и стычек с Израилем С их помощью поджигали нефтяные терминалы Громили колонны войск Штурмовали суда в Персидском заливе И все же роль 27-х во всех конфликтах была эпизодической Характерно, что последние усовершенствования Позволившие истребителям МиГ-23 значительно продлить свой летный век На бомбардировочно-штурмовой вариант даже не переносились Командование советских ВВС попросту махнуло на самолет рукой Отчасти от того, что имело кое-что получше А именно Штурмовик КБ Сухого Су-25 МиГ-29 Истребитель четвертого поколения МиГ-29 Был принят на вооружение в 1987 году Широкое использование композитных материалов Рациональная аэродинамика и надежная автоматизированная система управления Обеспечили самолету отличные маневренные характеристики Все системы управления, защиты и вооружения Впервые в мире объединены в единый комплекс Управляемый бортовыми компьютерами МиГ-29 не обманул ожидания военных Как летательный аппарат он превзошел все зарубежные аналоги Советское приборостроение тоже не ударило в грязь лицом Вся радиоэлектроника на 29-м такого же класса Как и на американских машинах Хотя по части дизайна Отечественные образцы конкуренцию, понятно, не выдерживали Единственным слабым местом самолета Долго оставались двигатели РД-33 Их межремонтный ресурс составлял лишь 350 часов Правда позже он был увеличен до 700 Но и это достижение относительное К примеру, двигатели Праттен-Двитни такого же класса В то время имели межремонтный ресурс в 2000 часов На сегодняшний день самая последняя модификация двигателя РД-33 РД-33 МК Имеет межремонтный ресурс 4000 часов В то время как этот показатель американских двигателей Достиг 6000 часов Впрочем, встретившись в небе с 29-м Любой из натовских летчиков О скромном моторесурсе противника вряд ли вспоминал Зато от души радовался Что время пока мирное И до схватки с одним из лучших истребителей планеты Дело не дойдет Увидеть живьем советский секретный МИГ Высшее оружие России Как за глаза успели назвать его на Западе Военным специалистам довелось в 1987 году На парижском авиасалоне В 1988 На очередном авиашоу в английском Фарнборо Фронтовой истребитель среди фигур высшего пилотажа Продемонстрировал считавшийся до этого невыполнимый колокол Оригинальный номер Включил в программу выступлений Талантливый испытатель Анатолий Квочур Еще через год Авиационный мир вновь заговорил о Квочуре На этот раз причина была иной Июль 1989 года Лебурже Советский летчик заявил организаторам выставки Эффектную программу Для демонстрации возможностей МиГ-29 Одну из фигур он собирался выполнить на высоте 100 метров над землей Французский руководитель полетов Усмотрел в этом ненужный риск И настоял на высоте 150 метров Квочур не стал своевольничать Лишние 50 метров спасли пилоту жизнь На выходе из петли внезапно отказал правый двигатель МиГ-29 потерял управление Еще и еще раз прокручивала эти кадры специальная комиссия Вот подозрительная огненная струя из правого двигателя Отказ Самолет разворачивается и падает Квочур успевает отвернуть машину в сторону от толпы и катапультируется Оставалось 2 секунды до взрыва Но парашют успел раскрыться Обошлось без жертв и разрушений Советская делегация горевала о потерянном самолете А французская сторона Как ни странно Оказалась в выигрыше Инцидент привлек выставке дополнительный интерес Происшествие с МиГом в лишний раз подтвердило давно известный факт Советские двигатели были и остаются Ахиллесовой пятой отечественной авиации И все же авария не нанесла престижу самолета заметного урона В обстановке потепления отношений между Востоком и Западом Стало возможным даже устройство своеобразного рыцарского турнира ВВС ФРГ против ВВС Советского Союза В серии учебных боев 29-е убедительно доказали свое преимущество Перед американскими F-15 и F-16 Последних на то время модификаций И перед французским Миражом 2000 С братьями 29-го по четвертому поколению истребителей Равного самолета МиГ-29 в ближнем маневренном бою нет Если ты попал в такое положение по отношению к самолету МиГ-29 Что это уже ближний маневренный воздушный бой Считай, что ты погиб На настоящий момент выпущено более 1600 экземпляров МиГ-29 Значительная часть которых ушла на экспорт Из этого числа меньше 500 машин осталось в пределах России Остальные распроданы Надеяться, что российские ВКС пополнятся новыми истребителями не приходится За последние годы производство осилило только десяток самолетов модификации М Да еще два корабельных Поскольку оружейный бизнес чуть ли не основная статья доходов для России Следует ожидать, что мигами она будет торговать и дальше Путем изъятия истребителей у строевых частей Ситуация становится все более парадоксальной Ведь непонятно Для кого 29-е строились Если две трети от общего числа уже за рубежом Причем часть из них в руках потенциального противника Как тут не припомнить Что профессия торговца оружием во все времена считалась хоть и прибыльной Но все-таки опасной и сомнительной по морально-этическим нормам О будущем истребителя гадать пока нечего Время само распорядиться его судьбой А если попытаться общим взглядом охватить прошлое То бросается в глаза одно, в чем-то символичное обстоятельство Великая империя под названием Советский Союз развалилась как раз в тот момент Когда на страже ее границ стояла наиболее совершенная боевая техника В том числе и выдающийся истребитель современности МиГ-29 Выходит, далеко не ото всех бед можно защититься даже самым несокрушимым оружием МиГ-31 МиГ-31 по кодификации НАТО Foxhound Лисья гончая Двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия Разработан в 70-х годах Первый советский боевой самолет четвертого поколения МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25 Но с экипажем из двух человек Летчика и штурмана-оператора Размещавшихся один за другим Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года Не печалься о сыне Свою долю гляня По бурлящей России Он торопит коня Что ж над нашей судьбою не спаста Пламенеет звезда Мы ей жизнью клянемся Навсегда, навсегда МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых Малых, средних и больших высотах Днем и ночью В простых и сложных метеоусловиях При применении противникам активных и пассивных радиолокационных помех А также ложных тепловых целей Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 километров Изначально предназначался для перехвата крылатых ракет во всем диапазоне высоты скоростей А также низколетящих спутников Полки МиГ-31 несколько лет имели статус спецназа в составе ПВО Если снова над миром ветром Небо вспыхнет огнем Вы нам только живните Мы на помощь придем На сегодняшний день весь флот МиГ-31 проходит модернизацию до версии БМ Отличающейся новой системой управления вооружением и бортовой радиолокационной станцией Которая обнаруживает цели на удалении до 320 километров Я могу сказать, что эффективность модернизированного Где-то в 2,6 раза превышает эффективность исходного самолета Если раньше была новогодняя елка в виде многочисленных приборов, разноцветных, которые стоят Сейчас это заменено жидкокристаллическими экранами или многофасцентральными индикаторами На которые выводится весь объем информации необходимой Что и является естественно более эффективным Военное руководство СССР пыталось использовать способность МиГ-31 быстро набирать скорость и высоту Для решения многих задач, в том числе стратегических В 80-х годах советские конструкторы вели разработку специальной противоспутниковой ракеты Для вооружения модифицированных перехватчиков В случае большой войны, эти МиГ-31 должны были уходить на максимальную высоту И атаковать новым оружием спутники противника Висящие на низких орбитах МиГ-35 МиГ-35 – российский многофункциональный истребитель поколения 4++ Предназначен для завоевания господства в воздухе И нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям Из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника Многофункциональный истребитель МиГ-35 Результат глубокой модернизации боевых самолетов МиГ-29 Максимальная взлетная масса МиГ-35 по сравнению с МиГ-29 Возросла на 30% и достигла 23,5 тонны При этом конструкторам корпораций удалось сохранить высочайшие летно-технические характеристики А также внедрить в конструкцию ряд существенных усовершенствований Например, улучшены несущие свойства крыла и значительно повышена общая прочность конструкции МИГ-41 МИГ-41 позиционируется как первый в мире космический истребитель Новый истребитель МиГ-41 относится к самолетам пятого поколения Заменит самолет МиГ-31, который был разработан в 70-х годах и принят на вооружение в 1981 году Мы занимаемся работами, как вы прекрасно знаете, и по смене МиГ-31 Мы понимаем, что ресурс у самолет достаточно ограничен И мы должны уже сегодня, сейчас смотреть вперед, в будущее И мы как раз занимаемся вопросами самолета на смену МиГ-31 Предположительно, самолет имеет совершенно фантастическую скорость Свыше 5000 км в час Существенно возрастает и его практический потолок По сравнению с ныне существующим перехватчиком МиГ-31 Новый самолет способен подниматься выше 30 км над уровнем Земли При этом перехватывать цели сможет не только в атмосфере, но и в ближнем космосе Некоторые эксперты считают, что будущий МиГ-41 должен стать беспилотным Для заданных скоростей летчикам пришлось бы выдерживать слишком большие перегрузки Если понравилось видео, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски На этом все С вами был я, Камелот Джи Хороших боев Хороших союзников Не теряйте веры, друзья, и помните Что всякое даяние блага и всякий дар совершенный свыше есть Пока Ваш уродь, дозвольте в бинокль вашу глянуть, а то завтра помру, так и не погляжу Держи Благодарствуйте Ух ты Чудеса Ещё разик, ещё раз Эй, гухне, эй, гухне, эй, гухне, ещё разик, ещё раз Розовьём ми березу Розовьём ми кудряну Ай да да, ай да Ай да да, ай да Розовьём ми кудряну Эй, гухне, эй, гухне, ещё разик, ещё раз Эй, гухне, эй, гухне, ещё раз Эй, гухне, эй, гухне, эй, гухне, ещё разик, ещё раз Эй, гухне, эй, гухне, эй, гухне, эй, гухне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok